Всем доброе утро! Вот, проснулась и за ночь еще два листочка минус. Утро началось с того, что я поставила хлебушек вчерашним, съели, и я делала в этот раз на, ну, свое усмотрение, не по рецепту, ну, как бы приблизительно, знаете, на глаз, и он даже поднялся больше, чем вчерашний. В следующий раз буду делать тоже просто на глаз. Сейчас он уже приготовился, сейчас буду накрывать и пусть остывает. У меня продолжается глажка, сборы, смотрю YouTube, и здесь еще стирку разобрать нужно. Всем привет! Я поближе, привет! Я себя плохо чувствую эти дни, как-то, не знаю, с давлением у меня все в порядке, ну, как бы там по-женски все в порядке, но вот общее состояние какое-то, вот, знаете, ощущение, как будто, да, с давлением не лады, но я измеряю, мне даже есть целый, не календарь, а типа дневник, давление, и все в пределах нормы. Завтра я иду к врачу, я раньше еще записалась, поэтому завтра будет у меня и КТГ, и УЗИ, и все будет утром. Не знаю, с чем это связано, но, знаете, такое уже ощущение, хоть еще и рано, у меня сегодня ровно 35 недель и один день, и, ну, все равно такое ощущение, что уже вот-вот мне нужно все-таки доскладывать сумки в роддом, дособирать и дособирать так, чтобы туда уже и воду положить, и постельное белье уже все сложить, чтобы просто стояло и не переживать. Я вообще, если честно, сейчас мало что успеваю, девочки тянут уже, некоторые, типа, боятся раньше что-то стирать, гладить, приводить в порядок, там, собирать кроватки, все остальное, но, блин, девочки, так время быстро летит, ты потом просто не успеешь это все сделать, когда уже родится ребенок, хочется быть спокойной, не бегать по квартире, знаете, в суматохе, не заказывать там что-то, ждать и переживать, какое оно приедет. Я считаю, что нужно подготовиться, и вот эти вот, ну, правила, типа, что там раньше нельзя и все такое, то все фигня. Сейчас самое главное это вообще, ну, УЗИ, я хочу посмотреть, как там, что там. Такое ощущение, что он опять перевернулся, хотя, ну, не факт, из-за того, что уже мало места, но и кальт с другой стороны, интересно-интересно. Я просто хочу хлебушек разрезать, посмотреть, что там внутри получилось, нет? О, какой он такой получился, вообще, смотрите, боже, класс. Когда у меня так, чтобы получалось с дрожжевым тестом работать, никогда в жизни, никогда в жизни. У меня сколько было, я только начну готовить что-то с дрожжевым тестом, к рукам прилипает, и я что-то все в психах выбрасываю, и оно не встает у меня, не поднимается. Ну, это раньше так было, а сейчас прям кайф. Я еще хочу эти лепешки на сковородке попробовать сделать, приготовить сыром, типа грузинский. Я сейчас с Юрой, дождалась Юру с работы. Короче, едем мы к маме в гости, она не знает, я ей не сообщала о том, что мы приедем. Я здесь ей собрала какие-то вещи, хлебушек, то, что я пекла половинку, пусть попробует, как Дотя спекла. Вот, и у нее сегодня день рождения, день рождения. Блин, такое время, это не очень удачно, но хотим поздравить ее, купим букетик, подарочек подарим. И мы буквально туда и обратно, тем более на улице, в принципе, хорошая погода, может, мы еще и по территории с Юркой прогуляемся, да просто там мороженое поедим. Ну, как-то немножко пошевелюсь я, потому что я гладила сегодня. Гладила я, так, чтобы не соврать, часа, наверное, два с половиной-два, вот, погладила и постельное белье, вот, два комплекта в роддом. Сказали два брать, не знаю, наверное, мужу заодно, там же можно, ну, чтобы он оставался. У меня Юрка больше месяца получал от меня за то, что якобы в прошлую чистку своего гардероба он повыбрасывал все нормальные вещи, полуфутболки, в принципе, там полуфутболки носит. Короче, получал-получал, я такая злая на него была. А вчера я вспомнила, что, оказывается, у нас есть тревожный чемоданчик, чемодан стоял с его вещами и моими. Я открыла, и там все эти вещи, короче, тоже получал не за что. Вот, я эти вещи погладила сегодня, вернула в шкаф, разобрала уже этот тревожный чемоданчик. Если нужно будет куда-то убегать, отекать, то уже потом второй раз будем складывать. Конечно, не дай бог. Как вы поняли, в том же тревожном чемоданчике был этот худи, мой любимый. Боже, какой мне нравится, еще цвет такой яркий, сочный. Вот, в нем и поеду. Юра говорит, там тепло, на улице как раз поедем. Ребята, кот жирнючий просто. Конечно, жить в таком месте, зоомагазин. Боже, твоя путема, лавники, ты горненький. Хорошее место выбрал. Ребята, пишет, пишет. Мы подходим к маме. Вот такой букет шикарный нашла. Обошли три точки, да? Очень красивый прям. Ей понравится. Сейчас будем поздравлять. Я не буду записывать, как мы поздравляем. Пусть останется для нас. Некогда телефон в руке держать. Вот. Заранее знаю, что будете поздравлять. Спасибо большое, кто же вам ответит. Мы сейчас, наверное, у него кофе есть. Недолго. И домой поедем. Мы тут сидим, стоим. Ждем пока. Подожди. Иди сюда. Ждем пока там поуходят. Она на работе просто. Движняк. Движняк, да? Мы вышли, зашли. Короче, Юрка будет дарить букет. Ой. Не спрашивайте. Девочки только в комментариях, сколько ей лет. Ей двадцать пять. Двадцать пять. Да, блин. Моя мамоника. Праздник, конечно, в такой период, но ничего. Потом догоним. Все догоним. Борис, тебе там привет передавали. Ну, реально, он мне так нравится. Я не могу. Борис. Борис. И губки. Вот как типичный англичанин ты выглядишь. Кусь. 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 Какое ты счастье. Маленькое счастье. Кусь, кусь, кусь. Кусь, кусь, кусь. Тайсон. Как тебе? Вы же подружились? Коты таких не трогают. Я не знаю, были ли случаи у кого-то, чтобы кот нападал на свинку или хомячка. Ну, хомячки никого не любят. Их мало кто любит. Я хомячков не очень люблю. А вот таких вот больших свинок морских и крыс обожаю. Мама, здесь только цветочков красивых Юрка и тортик вкусный. Наверное. Как вы поняли, я уже дома. Только что полежала. Кстати, халат Юре подарила. Нужно зашить. Порасходилась по швам. Я в шоке. Я покупала на промьюа. Халат классный. Вот это я ему подарила, а сама ношу, как видите. Он такой большой-большой. Мне сейчас очень комфортно в нем себе такой же купить по цвету. Отправила Юру в магазин. У меня ужасная изжога проснулась. Сейчас буду тушить картошку. Красненькую. Люблю жидкую такую картошку. Картошка-суп. Знаете, сразу два в одном. Чтобы сильно не заморачиваться. И так тяжко. Я когда вам жалуюсь, говорю, что мне тяжко, мне немножко легче становится. Сбрасываю из себя это. Поэтому часто так происходит. Купили овощей у мамы там на районе. У нее там дешевле и вкусные такие свежие всегда овощи. Мы так недолго побыли. Укусили тортик. Да поехали. Поехали домой. У нас, что по ситуации вообще в Киеве, конечно, воздушная тревога возобновилась. Очень стремно. Так как в Одессе прилетало и жертвы были. И сейчас у нас бензин получается. Очереди на заправках. Бензин есть, завозят. Просто очереди на заправках. И такси, я вам скажу, и транспорт не подорожал. То есть цены остались те же. Я бы, знаете, я даже за то, чтобы такси немножко дороже стало. А то мне вон болт. Я болт использую. Они мне еще и скидку какую-то дали. 10% по-моему. Не знаю. Ну, может им так выгодно. Мне приятно, но все равно. Вот. Ребята молодцы. Я знаю, что многим не нравится именно болт. Вот. Юрка тоже. Он не пользуется болтом. Это я пользуюсь. Хотелось бы, да, чтобы тариф немножко дороже стал. Потому что, ну, блин, ребят жалко. Может им и так нормально кататься. Мы постирали ребят все-таки нормиком. И выглядит вроде бы неплохо. Видите? Вот. Кроватки у нас. В кроватке у нас кипишь. Творец. Ну, там подушки, которые я беру. Наполнитель делаю. Мобиль. Вот. Самое главное, чтобы отвыкнуть вовремя и не складывать больше ничего. Тут ребенка завалил. Там и ноутбуки. Короче, такое сховыще. Балдахин я уже подрезала, разрезала. Потом уже поменяю пледик. Хочу сюда. Другой светленький. Подготовить уже все надо чуть попозже. Я хотела вам сказать, что мне еще нужно, я знаю, нужно купить полотенца сухие. Я не знаю, говорила вам или нет. Хочу отдельно, знаете, пакет собрать для девочек, которые работают в роддоме. У них там же есть свои какие-то помещения. Им это пригодится и будет, ну, мне кажется, так правильно. Типа, знаете, угостить бумажкой. Вот. Я хочу купить салфетки. Оно всегда у них там быстро израсходуется. Туалетную бумагу, упаковку, мыло. Вот это вот, чтобы, ну, пакет для них был. Просто там какая смена будет. Вот. И уже, скорее всего, на следующей неделе мы поедем с Юрой подписывать обменку. Я позадаю вопросы, которые меня интересуют. Вы можете, кстати, написать в комментариях, что спросить. Я-то знаю, что, вот, то, что меня интересует. Может, еще почитаю и возьму на заметку. Ну, так, знаете, уже, уже все ближется. Все ближется. Завтра вместе с вами пойдем в УЗИ. Там не разрешают снимать в ГОС, к сожалению. Вот. Но я расскажу. Сходим вместе. Расскажу, что к чему. Как там обстоят дела у меня. Какая вообще ситуация. Как там малыш лежит. Все такое. Сколько набрал уже. Потому что у меня прошлую неделю было минус 100 грамм. Девочки, предыдущие две недели я набирала одну неделю плюс 600 грамм. Вторую плюс килограмм. А вот в прошлую неделю минус 100 грамм за неделю. Как-то странно. Вот. И еще у меня нет анемии. Анемии у меня нет. Вот. У меня там достаточно железа. И у меня нет отеков. И когда они появятся, не знаю, после 30 минут уже 35. Я просто помню, моя знакомая беременная ходила. Так у нее уже там на 34, по-моему, или какой неделе пальцев на ногах не было видно. Просто все было такое отекшее. Прям такое опухшее. Не знаю, с чем это связано. Может, почки плохо у нее работали. Вот. Но у меня отеков нет. Я просыпаюсь иногда. Но оно быстро сходит. Знаете, как обычно утром. И я хотела, думала, что вот я буду беременна, и у меня хоть губы как-то будут пухленькие такие. Я хоть увижу себя как мне с губами большими. Но что-то нет. Кстати, сижу я вот сейчас с волосами такими. И я понимаю, что мне очень хочется сделать вот такое каре по плечи. Мне нравится, когда по плечи или совсем длинные. Вот это вот что-то между лопатками мне не нравится. Ева у нас в ненастроении сегодня. Да, Ева? Тебя просили часто показывать, чаще. Но ты всегда или спишь, или спишь. Давай вот так вот, Усика. По зевашке. Нравишься ты людям. Знали бы они, какая ты вредная. Вредная и непослушная. Не, ну на самом деле она мимо не ходит. Дерет только то, что разрешаю. В кроватку не лезет, в коляску не лезет. Уже она такая... Она просто не дает себя тискать, темать, и не спит со мной. За розу. Зато так, темики. 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 Вот так вот. Четки только вот сюда. Вот так вот. Вот так вот.